Ещё один спектакль. Сегодня на сцене 11 класс А, который последний раз выступает со своим театральным творчеством, последний раз показывает своё искусство на этой сцене, в этом фестивале. Ребята очень волнуются, потому что, как всегда, они взялись за очень серьёзное произведение. Если помните, в прошлом году они блистательно поставили и сыграли совершенно великолепно Лермонтовскую драму «Маскарад». Помните этот спектакль? В этом году они решили попробовать свои силы в комедии Уильяма Шекспира «Укращение строптивой». Итак, в зале тишина, полное внимания и, конечно, аплодисменты на сцене 11-й А. Своё советное желание увидеть падаю наук питомника. И, наконец, в ломбардии я прибыл, волшебный сад Италии великой. Благодаря отцу, его заботам и доброму ко мне расположению я заручился обществом твоим, испытанный слугам мой верный Транио. Здесь заживём и в добрый час приступим к познанию наукоизысканием. Родился в Пизе. Был город этот, давно прославленный именами граждан достойнейших. Среди них и мой отец, Пенченцу из рода Бентеволю. Торговлю с целым миром он ведёт. А я буду Флоренцией воспитывать. И должен оправдать его надежды, украсив добродетелью богатство. Вот почему я Транио займусь в той области науки философской, которая трактует нам, что можно лишь добродетелю достигнуть счастья. Что ж скажешь ты? Ведь оставляя пизу, я впадаю спешил, как человек, который влечёт из муководия, скорее погрузиться в глубину, чтобы утолить томительную жажду. Ой, не портана-то, добрый мой хозяин. Я рад, что трёрдо вы решили сласть сладчайшей философии вкусить. Но всё же, мой хозяин, преклоняясь пред этой добродетельной наукой, нам превращаться вовсе нет нужды. Не в стойков, сеньор, не в чурбаны. Поупражняйтесь, бойки с друзьями, риторикой заметите в разговорах, поэте и музыкой утешитесь, а математику и вместе с ней на метафизику примите в дозах. Не больше, тем и лудок позволяет. В чём нету сладых, в том и пользы нет. Что вам по нраву, то изучайте. Спасибо, Традион, совет хорош. Вот если бы здесь уже был Бьяндела, устроиться бы сразу мы могли. И дом нанять удобный для приёма, друзей которых падаю, найдём. О, стой, а кто это идёт сюда? Да, я же встречаю классно, наверное. Ольга. Расскажите мне, сеньор. Вы знаете, я твёрт в своём решении, и замуж дочку младшую не выдам, пока для старшей не найдётся муж. Другое дело, если бы кто из вас отдал бы предпочтение Катарине, тогда обоих, зная и любя, не стал бы я препятствия вам чинить, и сладили бы мы дело по-любому. Сам чёрт не сладить с ней. Так зла вредна. Горбейте, и я возьмёте в неё? Отец, к чему вам превращать меня в посмешище для пары дураков? Для пары? Вот как. Мы-то вам не пара, пока не поутихнете немного. Сеньор, вам брак со мной не грозит. Таким путём не побеждают женщины, а не отстанете, так причешай вам башку трёхногим табуретом, и как шута измажу вас при этом. Спаси нас Бог от этого чёрта. Да и меня, спать. Сеньор, глядите-ка, новые дела. Она сбрасилась, как ведьма зла. Зато умолчание той в её обличье я вижу тихий, скромный нрав девичья. Страню, умолчи. Молчу, сеньор, но выглядите в оба. А чтоб своё решение подтвердить, тебе, глядя, обьянка, удовольница, ступай домой. Не огорчайся, дочка, тебя я никогда не разлюблю. Любимица? Уж что и говорить с глазами всегда на мокром месте. Что ж, радуйся, сестра моей беде? Отец, я покоряюсь вашей воле. Пусть музыка и книги мне заменят друзей в уединении. Ты слышишь, странилый, то речь мне нервы. Уже вы так поступите, сеньор? Как жаль, что бьянке принесли мы горе своей любовью. Вы её забрёте, сеньор Баптиста. Из-за ведьмы этой страдать должна за зло из их сестры. Сеньоры, хватит. Это решено. Иди же, бьянка. Так как знаю я, что очень любит поэзию и музыку она, я для неё найму учителей, пусть наставляют юность. Если вы, сеньор, знаете таких, прошу прислать их в дом ко мне. Учёным людям я буду рад, не пожалею денег. Прощайте же. Останься, к старину, ещё поговорить надо с пьянкой. А мне нельзя уйти отсюда, что ли? Указывают, будто я сама не знаю, что мне надо, что не надо. Можешь отправляться к чёртовой бабушке. Я так прелестен, что никто не станет себя умереть. Однако, Грэммио, разрешите мне сказать вам словечко. А смертная семья мой, чтобы любовь духоводила вами так внезапно? Не убедись, я только что на деле. Я сам бы не поверил в этот ранен. Пока стоял я праздный и смотрел, родилась вдруг из праздности любовь. И я тебе признаюсь откровенно, ведь для меня ты так же дорог ранен, как Анна для царицы Карфагенской. Горю я, изнываю и погибну, коль скромница прелеста не топчусь. Дай транью совет, ведь знаю, может, вот транью спаси, ведь знаю, хочет. Вас похоронил бы, сударь. Да не вред, любовь и сердце не прогонишь бранью. Уж раз влюбились, так одно осталось. Радим ты каптум камкес минимум. Спасибо, руку и продолжай. Ты прав, утешно. Твои советы будут. Так страстно вы на девушку глядели, что глядеть суть дела не смогли. Ударь. Я видел красоту ее. Такой лишь Агенора дочь блестала, когда я руку целовал Юпитера на Крийском берегу, склонив колено. И это все? Так, значит, проглядели скандал засеянный ее сестрицей. Был шум такой, хоть чушу затыкай. Движение губ коралловых я видел. Странный аромат ее дыхания. Все в ней святым казалось и прекрасно. Надо к чушу привести его. А помните, сеньор, уж раз влюбились, так потрудитесь шарить мозгами, чтоб девушку добыть. Вот дело в чем, сестра у ней сварлива, точно ведьма. Пока отец не выдаст замуж старший, сидеть в девицах, вашей, милой сударь, он и того на ключе ее запер, чтоб ей не докучали женихи. Ах, друг мой, как жесток ее отец. А ты слыхал, что он нанять желает наставника для обучения дочке? Еще бы, сынок, и кое-что придумал. Я придумал тоже. Но хозяин, вручаешь наши планы и сам подумал. Скажи мне прежде свой. А хотите вы учителем явиться в дом в дартисте и девушку науком обучать? Вот он ваш. Верно, выполним его. Ставил я Верону ненадолго, чтоб впады с друзьями были даться. Особенно своим любимым другом Гортензио. Не это дом его. Мой добрый друг Петруччо. Как вы там проживаете в Вероне? Тот ветер, друг, что бонит молодежь за опытом и счастьем на чужбину. Скажи я вкратце, как мои дела. Синьор Антонио, мой отец скончался. Я же устремился в этот лабиринт, чтоб преуспеть и выгодно жениться. Есть деньги в кошельке, добро есть дома, и я решил пострадствовать по свету. А что, Петруччо, если я тебя посватаю без долгих разговоров строптивую и злющую невесту, спасибо вряд ли скажешь за услугу, но поручусь я, что она богата, весьма богата. Впрочем, ты мне друг и убеждать тебя я не хочу. Таким друзьям, как мы с тобой, Гортензио, не нужно лишних слов. Если знаешь богатую невесту, мне под пару, а для меня основы браки деньги, то будь она страшнее, чем смертный грех, то будь она дурнее жены Флорентия, дряхлее Сивилла, злее строптивее Сократа и Ксантипа, даже хуже. Намерения моих не изменить ей, хотя бы она и стала бушевать, как штор на андреатике свирепой. Хочу я выгодно жениться, впадая, и будет брак мой, впадая, удачи. Но раз уж мы так далеко зашли, продолжу то, о чем сказал я в шутку. Могу тебе невесту предложить. Она богата, молода, красива, воспитана, как знатная сеньора. Один порог имеет, но немалый. Она сварлива, просто нестерпима, строптива и груба сверх всякой меры. Приди мои дела в упадок полный, за горы золота не взял бы. Молчи, ты всего золота не знаешь. Скажи мне только, кто ее отец, а я с ней справлюсь. Отца зовут Баптист Минола, он добрый и учтивейший сеньор, а дочка Катарина, и всем известен злой ее язык. О ней не знал, но об отце нас слышен, с ней был знаком родитель мой покойный. Пока я с ней не увижусь, не усну, и потому прости, но я тебя покину в первую минуту нашей встречи, коль сам туда меня ты не проводишь. Постой, Петрунчу, я пойду с тобой. Не издевайся, надо мной, сестрица, и ты сама себя ты унижаешь, меня врагу пытаешь превратить. Обидно мне, я все наряды эти, а там тебе лишь развяжи мне руки. Да, все мои одежды, вплоть до юбки, и все исполнил, что ты не прикажешь. Мой долг святой повиноваться старшим. Скажи сейчас же, кто из женихов тебе велись, смотри, не притворяйся. Поверь, сестрица, встреть всех мужчин, меня один давно не встречался, кому бы я оказала предпочтение. Лжешь, душечка, а это не тартезио? Тебе он нравится. Так я сама послала почувствовать, чтобы он тебе достался. А, значит, ты предпочитаешь деньги, и Грэмио хотел бы мужья. Как? Не добавить меня ты можешь к Грэмио? Нет, шутишь ты. Теперь я понимаю. И ты шутила надо мной все это время. Сестрица, как раз вяжи меня? Шутила я, тогда и это шутка. Что это такое? Ну и наглость. Ты мне как-то иди. Аляшка плачет. Цель поживать, не связывайся с ней. Стыдилась бы, вот дьявольский характер. Обидела сестру, а ведь она тебя не задевает. Ты слышала, Альянки, хоть славишко поперед. Она меня своим молчанием бесит. Я этого не сила. В моем присутствии. Отец, меня вы не выносите, я знаю. Все для нее. Она получит мужа. А мне остаться старой девы, что ли из-за вас в аду мартышек нячет? Сяду вот и буду плакать, пока мне не удастся отомстить. Если кто несчастнее меня, сюда идут? Дени, добрый сосед, так, если бы. Добрый сосед, Грэмми. О, помощь вам, сеньор. И вам, сеньор. Скажите, вы, отец, прекрасный и любезный Катарин. Да, у меня такая дочка есть. Вы слишком упрямая, она уже степеная. Оставьте, не мешайте мне, сеньор. Я, дворянин, приехал к Зероне, узнав, что Катарина, ваша дочь, умна, скромна, приветлива, красива и славится любезным обхождением. Решился я прийти незванный вами, чтобы самолично убедиться в том, насколько справедливы эти слухи. Для первого знакомства разрешите мне представить моего слугу, синего. Искусный музыкант и математик, он, ваша дочь, обучит в совершенстве наукам этих, для нее не чуждым. Изманклен родом имя Личо, его не взяв, обидите меня. Я рад вас видеть и его приму. Что до Катарины, как не грустно, я знаю, вам она не подойдет. Вы верно не хотите с ней расстаться? Или общество мое противно вам? Нет, нет, я только то сказал, что думал. Как вас зовут, синьор, и чей вы сын? Меня зовут Петруччо, я сын Антонио. Повсюду мы дали известен. Отца я знал, и сыну очень рад. Остановитесь женами, Петруччо, и хоть славичка дайте вставить нам. Черт, побери, торопитесь вы слишком. Хочу покончить с делом я скорее. Синьор Баптиста, медлить не могу я, и каждый день со сотовством являться. Отец мой был известен вам, и я наследник всех родительских богатств, и приумножил их, не промотал. Итак, коль я добьюсь согласия дочки, преданной какой же лиц? Смерти половину всех в один, а к свадьбе дам я двадцать тысяч крон. А я намерен закрепить за ней на случай, если бы вдовой осталось. Имение мои, все аренды. Напишем обязательства сейчас же, и пусть они послужат нам контрактом. Напишем пост. Главное, добейтесь ее любви, все дело только в этом. Вот пустяки. Не сомневайтесь, тесть. Она строптива, но и я настойчив. Когда же пламя с пламенем столкнутся, они пожрут все то, что их питало. Хоть слабый ветер раздувает искру, а вихрь способен пламя погасить. Таков и я, она мне покорится. Я не ее не отвезусь, а мужчина. Ну, сватайтесь, и дай вам Бог удачи, на ругане наслушайтесь вдоволь. Я не боюсь. Не свалит гора ветер, как не селен подчас его напор. Что с вами? Отчего так бледный друг мой? От страха бледен, смею вас уверить. Ну как, из дочки музыкантша выйдет? Скорее выйдет из нее солдат. Оружие ей нужно, а не лютнее. Ее презрение лютнее не сломили? Она сломала лютню обменят. Сказала я лишь, что в ладах ошиблась. Согнул ей руку, чтобы поставить пальцы. Как в раздражении дьявольском, она лады скричала. Лады с ними сами. Инструментом так меня хватило, что сразу голова прошла сквозь деку. И я, как у позорного столба, стояла терапевт, торча из людни. Она тем временем меня чистила негодным струнодером и болваном всякими поносными словами. Как будто их нарожно звучило, чтобы пообиднее обругать меня. Клянусь душой, веселая девчонка, желание мне стало в десять раз. Перекинулся пуснее словечко. Со мной идемте и не огорчайте. Займитесь с младшей дочерью. Она понятна и вы будете благодарны. Сеньор Фитинченко, пройдете с нами, Катарину к вам прислать сюда. Пришлите лучше, здесь я подожду. Придет она, ухаживать примусь. Начнет визиться, стану ей твердить, что сладче соловья как выводит трели. Нахмурится, скажу, что смотрит ясно, как роза окропленная росой, а замолчит надувшись. Похвалю за разговорчивость и удивлюсь, что можно быть такой красноречивой. Вагонец я в благодарностях рассыплюсь, как будто просит погостить недельку. Откажет мне, потребуя назначить день оглашения и день венчания. Она идет. Петручев, начинай. День добрый, Кэт. Так вас зовут, слыхал я. Слыхали так. Расслышали вы плохо. Зовусь я от рождения Катарина. Солгали вы, зовут вас просто Кэт. То милый Кэт, а то строптивый. Но Кэт, прелестнейший на свете. Кэт кошечка, как лакомый кусочек. Узнай, моя сверхлакомая Кэт, моя любовь, отрада, утешение, что услыхал, как превозносят люди твою любезность, красоту и кротость. Хоть большего ты стоишь, несомненно. Я двинулся сюда тебя посватать. Он двинулся. Кто двинул вас сюда, пусть выдвинет отсюда. Вижу я, передвигать вас можно. То есть как? Как этот стул. Садись же на меня. Аслам таким, как ты привычный, тяжесть. Вас, женщин, тяжесть тоже не страшит. Ты про меня ищи другую клячу. О, я тебе не буду в тягость, как я знаю, молода ты и легка. Я так легка, что не тебе поймать. А все же вешу столько, сколько надо. Служишь пчела. Ты на сыча похож. Так горлинка достанется сычу. Побьет, пожалуй, горлинка сыча. Спокойнее, оса, призвание в меру. Коль я оса, остерегайся жало. А я его возьму, да выру прочь. Сперва найди его. Да кто не знает, где скрыто жало, осы в хвосте? Нет в языке. А в чем скажи? Дурак в твоем, раз на хвосте сболтнул, прощай. Как? Мой язык в твоем хвосте? Но нет, я дворянин. А вот сейчас прогрею. Ударь еще. Я сдачи там клянусь. Тогда с гербом простись. Меня прибьешь, так ты не дворянин. А герб не дворянину не положен. Выходит ли геральтики, знаток, тогда внеси мой герб в себя в гербовник. А что нашли, ведь в душиный гребень? Пусть я петух, будь курочкой моей. Хорош петух, боится кукарекать. Ну полно, Кэт, ну не смотри так кисло. Я кисну от кислятин всегда. Здесь нет кислятин, так и не кислятин. Нет, есть. Где покажи? Нет зеркала с собой. Так это я. Хоть молота догадлив. Да, молот для тебя. Ты весь в морщинах. Все от заботы. А мне забота нет. Ну, Кэт, послушай, так ты не уйдешь. Останусь, только рассержу, пустите. Сердись не страшно, мне с тобой приятно. Мне говорили, ты строптива, зла, но вижу я, все эти слухи ложны. Ты ласкова, предетлива на редкость, тихо, но сладостно, как цвет весенний. Не хмуришься, не смотришь из-под лобья, и губы не кусаешь, словно злючка. И речить в разговоре ты не любишь, и с кротостью встречаешь женихов, любезной речью, мягким обхождением. Кто говорил мне, будто Кэт хромает? Клеветники. Нет, Кэт странно, как прутик, смуглажа, как орешек, но много слаще ядышка его. Ты не хромаешь? Пройдись, а я взгляну. Ступай, болван, команду над прислугой. Могла ли в роще выступать Диана так царственно, как в этом зале Кэт? Ты стань Дианой, а Диана Кэт. Кэт станет скромный, а Диана Лезвый. Да где таким речам вы научились? Эксфромт, от природного ума. Природа мать умна, да сын безмозглый. Я не умен? Пошли получше спать. Я собираюсь спать в твоей постели, оставим болтовнёк. Я буду краток. Отец тебя мне в жены отдаёт. Приданно, мы сошлись, а потому я на тебе женюсь с добром и силой. Клянусь тем светлым, что позволил мне узреть твою красоту. Ни за кого другого ты не выйдешь. Рождён я, твой отец отказывает, не вздумает. Я должен мужем быть твоим и буду. Ну как, сеньор, поладили вы с дочкой, во всём сошлись. Могло ли быть иначе? Нам невозможно не поладить с ней. Но, дочка, что же ты не весела? И вы меня ещё зовёте дочкой? Так вот отцовская забота ваша. Меня за полоумного просваты, разбойника, нахалу, грубян, что наглость и рассчитывает взять? Скажу вам, тесть, и вы, и все другие болтавшие о ней болтали зря. Она славлива так, для виду только. На деле же, голубки, не злобивей. Терпением Гризельну превзойдёт, а чистотой Лукреции подобно. Но словом, так сумели мы сойти, что свадьба состоится в воскресенье. Увижу раньше, как тебя повесили. Помню, Петручча, раньше вас повесят. Я выбрал для себя, я, сеньоры, раздовольны мы, что вам за дело. Условились мы с ней, что при других она по-прежнему сварливой будет. Поверить невозможно, говорю вам, как влюблена в меня, о, Кэт моя. Она повисла у меня на шее и щедро поцелуй за поцелуем. Заклятвый клятву расточала мне. Походу, стресс моё не разожгла. Эх, суслики, не знаете вы, видно, что может приучить Летиня любой тихой мне злейшую чертовку. Дай ручку, Кэт. В Венецию я еду. Куплю уборы, свадебные там. Отец, готовьте пир, гостей зовите. Пусть будет, Кэт моя, прекрасней всех. Что мне сказать? Соедините руки. Петруччо, Эй, музыкант, кончай, ты обнаглёд. Согласишь, какой приём тебе устроила сеньора Катарина? Молчи, педан крикливый. Здесь сама гармония царится перед тобой. Так уступи мне первенство без спора. Часок займусь я музыкой, а там часок это и до чтения получишь. Ой, осёл, ты так необразован, что назначению музыки не знаешь. Она должна лишь освежать наш ум, уставшая от занятий и трудов. Займусь я философией и чтением, а ты потом сыграй для развлечения. Твоих насмешек я так опять не стала. Вы обижаете меня, сеньоры, своими пререканиями о том, что следует решать лишь мне одной. Не школьница я, розги не боюсь. Себя связать не дам я расписанием. Когда хочу, тогда и занимаюсь. Давайте кончим спор и сядем здесь. Возьмите вашу плитню и настроите. Когда настрою, бросите читать. Как бы не так, настраивайте лютню. Где мы остановились в прошлый раз? Здесь, сеньора. Переведите мне. Как я уже говорил, Симаис, я люченц. Хейк эст, сеньвиченцо из Пизы. Сигеателус, переоделся для того, чтобы заливать вашу любовь. Хейк стетерат, а люченцо, что схватается к вам, приаме, мой слугат ранил, Ригия, переодет в мое платье. Цель сосенис для того, чтобы получше провести старого панталона. Ну вот настроил я. Фи, как верхи фальшивят. Попрюте, настраивайте снова. Смогу ли я перевести? Посмотрим. Симуэс, я вас не знаю. Хейк эст, сигеателус, я вам не верю. Хейк стерат, прями. Будьте осторожны, чтобы он нас не услышал. Ригия, не будьте самонадеяны. Цель сосенис, не отчаивайтесь. Сеньора, я уже настроил. Не вы, фальшивец. Не заверны. Фальшивец, низкий плод. Учительушка, дердок развязан. Клянусь, за ней приволокнуться хочет. Я выслужу тебя. Когда-нибудь, быть может и поверим. Сейчас боюсь. Не бойтесь, я окей. По деду был аяксом наречен. Учителю обязана я верить, а то бы воле я дала сомнение. Оставим, это личо, прошу вас. Наставники любезные, простите, что с вами я обоими шутила. Оставьте нас. Пойдите прогуляйтесь. В три голоса я опять не собираюсь. Вот строгости. Нет, я уж подожду. Я послежу. Вьюсь об заклад, что наш любезный музыкант в нее влюбился. Сеньора, прежде чем коснуться струн и до того, как вам поставить пальцы, а за искусство с вами мы пройдем, я объясню вам построение гаммы. Понятнее, успешнее и лучше, чем всякие другие музыканты. Вот гамма, я ее переписал. Ну, гамму я и так отлично знаю. Все ж, ознакомьтесь с гаммой Готензио. Я гамма всех аккордов основания. А, Ре, Гартензио пленен тобой. Б, Ми, не отвергай его признания. Ц, Фа, позволь тебя назвать женой. Дос, Иль, Ре, ключ двину ты в нем найдешь. Или мизжайся, или меня убьешь. И эта гамма ваша не... Милее мне гамма старая, и я не стану ее менять на ваше размышление. Наставники любезные, прощайте. Ну, что ж, тогда и мне нет смысла оставаться. А мне есть смысл за ним понаблюдать. Он что-то на влюбленного походит. Но если б, Янка, помыслы твои столь низки, что любому прощалыге, ты строишь глазки, так ступай к нему. Но, убедившись в низости такой, Гартензио расплатится с тобой. Сегодня день венчания Катарина и Петручева. А зятя даже и в помине нет. По смешищем в глазах людей мы станем. Жених пропал, а в церкви ждет священник. И все уже готово для венчания. Что скажете вы о позоре нашем? Позор лишь мне. Заставили насильно и против воли сердца дать согласие за нощимому грубому нахалу, шуту, который свататься спешил, да только не торопится жениться. Я говорила вам, что он дурак и прячет злость за наглостью своей. А чтоб его прослить весельчаком, готов посватать тысячу ревет. Назначить свадьбу, пригласить друзей, не помышляя вовсе о женихбе. В лицо теперь мне пальцы будут икать. Она, мол, стала бы женой Петруччев, когда бы на ней изволил он жениться. Паптица, Катарина, успокойтесь. Петруччий вас обманывать не станет. Его случайность видно задержала. Хватеный груб немного, но разумен. Хоть и черчак, да честный человек. Нахал же б его совсем не знала. Ступай, дитя, не упрекну за слезы. Святая не снесет такой обиды не то, что ты с твоим строктивым нравом. Куда все подевались? Эй, кто дома? В добром здравии. Куда там добрые? Они хромаете. Сказать по правде одеты вы не так, как подобают. И в лучшем платье я спешил бы так же. Где Кэт? Где нежная моя невеста? Как тут мой тесть? Друзья, что ж вы надулись? Что на меня вы пяли эти глаза? Я статуя диковинная, что ли, комета или невиданное чудо? Сеньор, ведь сегодня ваша свадьба. Пустили мы, что вас так долго нет. Теперь мы успеем сильней таким вас видеть весь ваш наряд позорный жениха. Долой его насквернит наш праздник. Какие неотложные дела с невестой наслучили вас. Скажите, и что это за нелепый вид? Рассказ не из коротких, скучно слушать. Достаточно, что обещания я сдержал. Хоть и пришлось явиться с опозданием. Я на досуге оправдаюсь так, что верите, вы останетесь довольны. Но где же Кэт? Мы долго не видались, приходит утро время в церкви быть. Нельзя этих невестей в этих тряпках. Зайдем ко мне, наденьте мой костюм. Нет, не надену, я явлюсь к ней в этом. Но ведь венчаться так вы не пойдете? Нет, только так и никак иначе. Хватит. Она со мной венчается, а не с платьем. Когда бы мог я собственную душу, которую она мне поистребляет, сменить так просто, как лохмотьи эти? Ей лучше было бы, а мне подавно. Но что же я дурак стою-болтаю, когда мне следует спешить к невесте, с ней поздороваться и закрепить свои права над ней поцелуем? Благодарю за хлопоты, друзья. Вы собирались сесть за стол со мной и приготовили роскошный пир. Но у меня по горло спешных дел, и потому я должен вас покинуть. Как? Вы хотите ехать на ночь глядя? Уеду я до наступления ночи? Не изумляйтесь. Если бы вы знали мои дела, совет бы дали ехать. Спасибо всей компании любезной. Вы видели, как отдал я себе нежнейшей, добродетельной супруги. А вы остаетесь, попируйтесь с тестем. Прошу вас выпить за мое здоровье. А мы просим вас остаться пообедать. Нет, не могу. Я очень не могу. Нет, невозможно. Я прошу вас очень. Я рад. Остаться рада. Нет, я рад, что попросили вы меня остаться. Ну, как бы ни просили, не останусь. Ну, из любви останьтесь. Лошадей! Ну, если так, что хочешь, делай я, не двинусь с места. Нет, нет, и не сегодня, и не завтра, пока сама не захочу поехать. А ты теперь скатерть и дорога и топай пока целые сапоги. Что до меня, то я осталась здесь. Вот нечего сказать, хороший муж, себя бы сразу показать сумели. Распокойся, киска, не сердись. Хочу сердиться вам, ты что за дело? Отец, он будет с нами, я ручаюсь, пока не захочу, он не уедет. Я прошу пожаловать к столу, сеньора. И женщине несложно сделать дур, когда она боится дать отпор. Они пойдут к столу, как ты велела. Прошу поминоваться новобрачной. Идите пировать и веселиться, и пейте вдоволь за ее невинность. Гуляйте и куртите, сколько влезет. А не хотите, убирайтесь к черту. Но милая жена со мной поедет. Не топай, киска, не косись, не фыркай. Я своему добру хозяин полный, а ты теперь имущество мое. Мой дом, амбар, хозяйственная утварь, мой конь, осел, мой волк, все что угодно. Вот здесь она стоит. Посмейте тронуть, и тут же я разделаюсь с любым, кто в поводу меня задержит. Не бойся, Кэт, тебя никто не тронет. Я добью хоть миллион врагов. Ну, наконец, все споры позади, и мы пришли к желанному согласию. Война окончена. Настало время над страхами былыми посмеяться. Проси же, бьянка, моего отца. Я жду вас, почтение приглашу. Сестрица Катарина, брат Петруччева, Гартентьева, пируйте. Рад вас видеть у себя. Сейчас нам подадут в вино и слайсти. Садитесь, я прошу, мы можем здесь беседовать и продолжать наш пир. Как мне не знать, сынок Петручча, это жена твоя с трактирой всех. Не отговорю, я докажу немедля. Пошлите каждый за своей женой. Тот, чья жена окажется послушной и прибежит по первому же зову. Пускай возьмет заклад, что мы поставим. Согласен. Сколько ставим? Двадцать крон. Как двадцать крон? На двадцать крон я ставлю на лошадь и на гонщую собаку. А на жену раз двадцать больше надо. Ну, сто тогда. Согласен. Решено. Кто начинает? Я. Иди, традим, скажи хозяйке, пусть придется сюда. За пьянку в половине, сын. Нет, нет, зачем? Поставлю я один. Ну что? Сеньор, хозяйка говорит, что занята, прийти никак не может. Ах, занята, прийти никак не может. Вот так ответ. Еще весьма любезная, дай бог, чтоб вы не получили. Надеюсь, я на лучшие. И траню, иди и попроси мою жену прийти ко мне. Вот как? Попроси, но отказать не сможет. Боюсь, что вашу просить вам не удастся. А где моя жена? Ответила, что вам шутить угодно и не придет. Велит вам к ней идти. Еще не легче. Не придет. Видали? Нельзя стерпеть. Невероятно дерзко. Э, ступай к своей хозяйке и передай, что я велю прийти. Ответит просто. Как же? Не приду. Ну что ж, тем хуже для меня это вы. Помилуй бог, смотрите, Катарина. Сеньор, меня вызвали, что угодно. А где жена Гартынти, и пьянка? Там в гостину болтают у камином. Тащи-ка их сюда, они пойдут пинками и гони без церемоний. Ступай к видеобильку. Коль чудеса бывают, это чудо. Да чудо, только что оно сулит. Сулит оно любовь, покой, радость, власть тверда, разумную покорность. Ну, словом, то, что называют счастьем. Так будь же счастлив, милый мой Петруччо. Ты выиграл, а я тебе прибавлю к их проигрышу 20 тысяч крон. Другая дочь приданная другое. Совсем переменилась, Катарина. Чтоб мой заклад достался мне по праву, я покажу вам, как она послушна, какой стала кроткой и любезной. Кэт, шапочка уродует тебя. Скинь эту гадость на пол, брось сейчас же. Такое поведение просто глупо. Вот бы и вам вести себя так глупо, а то на вашем мудром поведении я сотню крон сегодня поиграл. Так ты ведешь себя еще глупее, коль ставишь деньги на мою покорность. Кэт, объясни строптивым этим женам, как следует мужьям повиноваться. Уметь ты гнев, что толку вспейся вздорный, к ногам мужей склонитесь вы покорно, и пусть супруг мне скажет только слово. Свой долг преднему я выполнить готова. Ах, да жена, правда, старина. Вы счастливы будет брак? Нам послушали детей от рада. Вот у нас строптивой женщины хуже ада. Что ж, друзья, вы оба проиграли. Хоть мне никто удачи не пророчил, моя взяла. Желаю доброй ночи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, как всегда, мы получили истинное наслаждение, правда, ребята? Потому что это действительно здорово, это настоящая актерская игра, это глубина понимания совсем непростого текста. Браво, ребята, вы большие молодцы! И вы заняли очень достойное место на нашей старой доброй сцене. И заняли его навсегда. А я хочу сказать спасибо режиссеру-постановщику спектакля Юлии Олеговне Шефа! Я думаю, что такая игра — это подарок ее, выпускников, ей за все годы, которые она провела вместе с ребятами. Спасибо большое! Блеск!